Уже пятый год традиционной площадкой для Волга-феста становится вторая очередь набережной. Здесь сейчас идет подготовка. Торжественное открытие планируется 12 июня. А пока всю неделю жители Самары будут радовать летние музыкальные вечера. Тема юбилейного фестиваля – движение навстречу. Продлится праздник целых две недели. Кроме того, фестиваль в этом году выходит за пределы Самарской набережной и начинает свое шествие по всем городам Самарской области, где недавно были построены или сделаны новые набережные. Мы надеемся, что арт-объекты, которые поставлены на набережных в этих городах, тоже станут таким приятным напоминанием всем жителям Самарской области о том, что Волга – это то, что связывает нас всех. Помимо различных мастер-классов, поэтических дуэлей, лекций и экскурсий, жители Самары ждет шоу, которое никого не оставит равнодушным. Через Волгу по канату перейдет лидер слэклайнера Фредди Кюне. 19 июня он преодолеет 1400 метров на высоте 80 метров. Тема фестиваля – движение навстречу. И вот что может быть более подходящим – это переход Волги по канату с того берега сюда. Мы – самарцы. Зимой, я думаю, каждый ходил по льду. И это такая традиционная история и понятная. Но вот можно ли это сделать летом? Сколько это займет времени? Какие эмоции ты при этом ощущаешь? Все это мы сможем узнать 19 числа вечером. В этом году на Волга-фест приедут представители из Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска и Саратова. Всех их объединяет Волга. Каждый город представит свою резиденцию с особенным архитектурным решением. Посетителям расскажут о культурной и повседневной жизни городов по Волжье. Нужно добавить, что они расположены определенным образом вдоль Волги. То есть так, как расположены города по Волге по течению, точно так же расположены наши павильоны. Соответственно, от Нижнего Новгорода каждый день в будни с 19.00 можно будет посетить часовую экскурсию. На пляже развернется и фестивальный городок. Это станет уникальным пространством в речном стиле со своей театральной командой, плавучей сценой и насыщенной программой. Здесь будет создана атмосфера, которая наглядно покажет акт творчества. Огромную 200-метровую картину создаст Кристиан Аве. Фестивальный городок – это сложное соединение различных художественных культур, концепций. Это сложное соединение всего, что связано с потребностью человека созидать и делиться результатами творчества. Фестивальный городок будет жить в таком постоянном режиме. В первый день фестиваля на сцене возле ЦСКА ВВС состоится музыкальное выступление группы «Андреграунд». Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.